Здравствуйте! Новости Москва-Баку. Днем лидеры стран Содружества посетили музей-заповедник Павловск. В Павловске всех гостей, кроме лидеров Азербайджана и Белоруссии, проводивших в это время переговоры, на рождественскими калятками встретил хор. Глава Азербайджана Ильхам Алиев присоединился к коллегам в царском селе Пожем, где гусары встретили высокого гостя троекратным урам. Затем лидеры собрались все вместе, где приветствовали друг друга. Особенно тепло Ильхам Алиев встретился с Владимиром Путиным. Также Ильхам Алиев и Никол Пашинян пожали друг другу руки при встрече. Отмечается, что это их первая встреча после антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе. Азербайджана Григорьевича. Это отделка, она, видите, немного знакома. Но это была мута в дырорке. Это сделано из фольги. Фольга красилась, подкладывалась под стекло, и вот такая получалась отделка. Мало кто догадывается, что это просто фольга. Сегодня же президент Владимир Путин переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что называется, на ногах во время экскурсии в Павловске. Журналисты обратили на это внимание. Между тем, как мы упомянули ранее, двустороннюю встречу в рамках неформального саммита лидеров СНГ, лидер Азербайджана Ильхам Алиев провел с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили перспективы сотрудничества Баку и Минска. Сегодня же представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая в куларах саммита на вопрос о том, не рискованно ли собирать противоборствующие стороны в одном месте, имелось в виду Алиева и Пашиняна, сказал, что нет никакого риска. Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатирует готовность к финализации мирного договора. Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор. Как известно, накануне в Петербурге Владимир Путин собрал лидеров стран Евразийского экономического союза, которые также подвели итоги года. Выступая на заседании, Путин заявил, что Россия окажет всю необходимую помощь Армении в рамках председательствования последней в ЕС, отметив, что с 1 января Россия передает председательские функции в ЕС Армении. Я хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь. Российский лидер также напомнил, что в 2024 году исполняется 10 лет основополагающему договору ЕС, поэтому Путин предложил провести саммит в мае 2024 года в Москве. И мы сейчас в узком составе договорились, что, учитывая, что это юбилейное мероприятие, все согласились с моим предложением провести в мае 2024 года саммит, посвященный этому юбилею в Москве. Отметим, что выступая на саммите ЕС в Петербурге, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что необходимо придать большую динамику развитию транспортного коридора «Север-Юг», который реализуется с участием Азербайджана. Хороший пример такого объединения усилий – транспортный коридор «Север-Юг», который реализуется по инициативе президента Путина с участием Азербайджана и Ирана. Это будет прорыв транспорта и логистики. Важно придать этому проекту динамику, и ни в коем случае нельзя его оставить на бумаге. По его словам, важное место занимает работу по совместному развитию транспортно-логистической цифровой инфраструктуры государств-членов ЕАЭС и повышению транспортной связанности союза с активно развивающимися рынками третьих стран. Напомним, что международный транспортный коридор «Север-Юг» включает Россию, Индию, Иран и соседние 11 стран, в том числе Азербайджан. Добавим, что итогом саммита Евразийского экономического союза, который завершился накануне 25 декабря в Петербурге, стала декларация. Она посвящена дальнейшему развитию объединения до 2030 и на период до 2045 года. Во вторник Азербайджан объявил двух сотрудников посольства Франции персонами Нонграта. Им предписано в течение 48 часов покинуть страну. Об этом сообщили в МИД. Не секрет, что в последнее время отношения между Баку и Парижем из-за откровенно проармянской позиции Франции в конфликте Армении с Азербайджаном резко ухудшились. В ведомстве отметили, что сегодня в МИД Азербайджана была вызвана посол Франции в Баку Анн Буайон, которую проинформировали о высылке французских дипломатов за несовместимую с их дипломатическим статусом деятельность. До сведения посла Франции было доведено, что двое сотрудников посольства Франции были объявлены азербайджанским правительством персонами Нонграта из-за их деятельности несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. Ранее замглавы внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльнур Мамедов призвал Францию не провоцировать Армению на новую войну на Южном Кавказе. По его словам, действия Парижа, снабжающего Ереван вооружением, не способствуют достижению мира в регионе. Еще в ноябре стало известно, что Франция отправила Армении 50 бронемашин «Бастион», которые изначально предназначались для Украины. Отмечалось, что Киев посчитал эту бронетехнику плохо защищенной от артиллерии и противотанковых ракет. Официальный Ереван отказался комментировать информацию о поставках в Армению Франции военной техники. Ранее в соцсетях были распространены фотографии из грузинского порта Потем, на которых были изображения разгрузки военной техники, предположительно предназначенной для Армении. По данным СМИ, груз прибыл в Потем, затем по железной дороге должен быть доставлен в Ереван. Кроме того, президент Азербайджана Эль Камалиев, говоря об урегулировании армяно-азербайджанской ситуации, отмечал, что Ереван получает плохие советы, в частности, из Франции. По его мнению, французская сторона играет очень деструктивную роль на Южном Кавказе. Накануне азербайджанские правозащитники посетили задержанных несколько месяцев назад бывших лидеров сепаратистов Карабаха. А именно президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики Раика Рутиняна, командующего армии обороны НКР Давида Манукяна, бывшего министра обороны сепаратистов Ливона Мануцаканяна, бизнесмена и экс-госминистра НКР Рубена Варданяна. Все четверо в данный момент находятся в главном следственном управлении службы государственной безопасности Азербайджана. По словам правозащитников, целью визита стала проверка условий их содержания. В ходе встречи с правозащитниками задержанные рассказали об условиях, которые создала для них азербайджанская сторона. Они заявили, что могут гулять, а также еженедельно созваниваться с членами своих семей. У них есть доступ к необходимым книгам, телевидению и электронной библиотеке. Также задержанные могут пользоваться спортивным залом. По просьбе членов семей им назначен адвокат. Кроме того, представители Международного комитета Красного Креста передали посылки, отправленные задержанным их родственниками из Армении. В ходе посещения Араик Арутинян сделал правозащитникам признание. Он заявил, что считает себя гражданином Азербайджана, хотя и понимает до тысячи слов на азербайджанском языке. По его словам, он не может говорить по-азербайджански, так как учился в армяноязычной школе. Добавим, что лидер сепаратистов Араик Арутинян был задержан 3 октября сотрудниками службы госбезопасности Азербайджана в городе Ханкинди, наряду с другими главарями сепаратистов. Ранее Азербайджан также задержал бывших командующих армии обороны непризнанной Карабахской республики Ливоном Насаканяном и Давидом Унукяном, а также экс-госминистра Карабаха, миллиардера Рубена Варданяна. Им предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Всего азербайджанские власти разыскивают более 300 армянских сепаратистов. Сегодня генеральный прокурор Азербайджана Кимран Алиев в формате видеоконференции пообщался со своим иранским коллегой Мохаммадом Казим Мавахидим Азадом. В ходе встречи обсуждался судебный процесс в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года. В частности, стороны рассмотрели вопросы проведения судебного процесса по уголовному делу, связанному с терактом в посольство Азербайджана 27 января и ускорение принятия окончательного решения, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана. Ранее СМИ сообщали, что гражданину Ирана Есину Гусейн-Задем, совершившему вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, вынесли суровый приговор. Он по законам Ирана должен быть казнен. Еще в начале сентября генпрокурор Ирана заявил, что уголовное дело, связанное с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Тегеране, было передано в суд. Однако, скорее всего, данное решение еще не проведено в исполнении. Напомним, что 27 января 2023 года, около 8.30 утра по бакинскому времени, было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два сотрудника дипмиссии получили ранения. Через несколько дней азербайджанские дипломаты и сотрудники их семей покинули Иран. Между тем, в последние месяцы Иран и Азербайджан обсуждают возобновление работы азербайджанского посольства в Тегеране, которое было приостановлено 29 января после нападения. В настоящее время функционирует лишь генконсульство Азербайджана в Тебризе.